Итак, всем большой приветик, мои дорогие любимые. Сегодня у меня для вас будет видосик про совместимость знаков зодиака, да, потому что не досняла я и очень просили про совместимость вообще в целом поговорить, рассказать, что я думаю. Поэтому, возможно, сделать отдельное видео про каждый знак зодиака, может тоже рассказать, мы это сейчас посмотрим. Значит, союзы, которых не было, вот мне дописали, которые бы хотели послушать, да, хотели послушать девочки. Значит, женщина-весы союз, первый, который мы сейчас будем рассматривать, с мужчиной-овном. Женщина-весы, мужчина-овен. Вот смотрите, сам по себе союз, в принципе, ему быть, есть место быть. Давайте будем понимать, что по знакам зодиака люди бывают разные, да, по поведению, там, по темпераменту, по каким-то особенностям, характера и тому подобному. Также, например, овны, то есть овны, у них не то, что бывают овны разные, а у них бывают разные стадии жизни. Просто когда овны проходят, что женщина, что мужчина, какую-то ачивку, они меняются, да, то есть у них, как вот, у многих подростковый возраст это 12-14 лет, то овна, он может быть 24 годика, 28, 52, 60, да, то есть по-разному, там, 18-20 лет, то есть у кого как. Поэтому здесь самый важный вопрос встает зрелости весов и зрелости овна. Весы очень тесно связаны по поведению, вот, когда делаешь разбор даже, в принципе, да, просто знака зодиака, когда смотришь на какие-то общие, там, характеристики, понимаешь, что они достаточно близки к козерогам, а именно к чему к козерожьей вот этой ответственности, да, пунктуальности, серьезности. Поэтому, ну, сложновато весам будет, на самом деле, с овнам, если весы требовательны, если вы хотите получать все здесь и сейчас, если вы, ну, привыкли жить по каким-то своим стандартам, в каком-то своем мире, потому что овн что любит? Овн любит свободу, овн любит делать то, что он хочет, да, и это нужно понимать в этом союзе. Кто, главное просто, вот, самое ужасное в этом союзе будет только то, что весы станет мамой. Это будет союз провальный однозначно, потому что овны не любят, чтобы их воспитывали, они любят, чтобы им давали советы мужчины, да, но не чтобы занимались их воспитанием. Овну очень так, они обычно, вот, зачастую мальчишки хотят убежать вообще из семьи, хотят вот куда-то вот в отношения уже строить там свою личную жизнь, просто с кем-то спать, да. Также не будем забывать о том, что овн это вспышка, то есть вы овну либо нравитесь, либо его не влюбить в себя, либо нет, тут два варианта. Поэтому насчет весов, не знаю, весы вы все-таки такие женщины темпераментные, да, серьезные достаточно. То есть если вы сделали акцент на мужчине овне, тогда и включайте дурочку с переулочка, да, где-то... Вот, ну и полетели тогда, да. Тогда отношением быть. Но я просто, просто я вижу, что здесь должен быть абсолютно другой весы, да, то есть это не типичные весы. Это какое-то намешанное должно быть весы, прям нечистокровное. И весы, которая с проработанными там всеми травмами своими, да, такая готовая жить эту жизнь, которая готова идти на компромисс, диалог, умеет извиняться. То есть вот с таким, с такими весами могут построить отношения овны. Но это сложные союзы. Это сложные, потому что для овнов, в принципе, сложности с кем? У них самые сложные для них союзы, это весы, правильно-правильно, и скорпионы. Скорпионы. Это самые невероятно сложные союзы на самом деле. Потому что, элементарный пример, весы не умеют извиняться, признавать ошибки, весы всегда правы. И весы достаточно доминантные дамы. Что касается скорпионов, скорпионы, есть мое мнение, есть неправильное. Овен может где-то поподстраиваться, а потом как возьмет, да и пошлет, скажет, Слушай, очень много для тебя только. Для меня что-то ничего не делается. Поэтому распадаются союзы. Ну, союзу я дам процентов, давайте 60. Работайте над ним, и все будет нормально. Женщина-дева, мужчина-рак. Слушайте, встретились два абьюзера. Вот у меня такая ассоциация прям с этим союзом. Да? Встреча двух этих психбольников. Привет, друг. Вот. Ну, интересный все равно союз. Два карьериста, два целеустремленных персонажа, плюс два плаксивых одновременно персонажей, достаточно депрессивных. Я не знаю, как вы просто друг друга будете спасать, если вы действительно склонны психологически, да, к каким-то погружениям. То есть вам прям может быть очень как-то плохо, вас надо поддержать, помочь, да. То есть что вы будете делать осенью-весной друг с другом? Будете ли вы на этот период расставаться, разъезжаться? Не знаю, еще что-то делать? Ой, не знаю. Сложно. Это сложно, союз. Сложный. Ай, тоже. Что-то мне непростые тут прям союзы Алиночка написала. Я такой союз вообще вот не ощущаю, я даже не представляю, как он будет циркулировать, хотя я верю в любой союз. Вот честно, всем союзом быть и жить, просто это удивительный какой-то союз для меня. Очень сложный, где люди буквально вынуждены доказывать всему миру и окружающим, что нашему союзу быть. Наш союз имеет право на существование, нет у нас никаких проблем вообще-то. То есть это лично какая-то борьба, потому что... Дело вы перфекционисты, мы не будем об этом никогда забывать. То есть как быстро описать дело, это перфекционизм. А перфекционизм включает в себя занудство, да? Да, есть такое. Ну, а что, все земные зануды? Раки достаточно агрессивны. Вот честно, раки, если и спокойные, это значит просто нет повода для агрессии. А так рак, за словом, в карман не полезет. И тут такой момент, что дева, любящая воспитывать, деве нужен кто-то слабее, слабже, послабже. Потому что у дев часто плюс жизненные такие пути тяжелые, да? То есть какие-то травмы детства, может быть, даже какие-то насильственные моменты. То есть очень тяжелый какой-то вот период жизни, который дева проживает. И сложно с вот этим раком, которому вечно нужно ха-ха-хи-хи, который вечно шутит, как водолеи, не в попад, вообще душит даже своими шутками. Я боюсь, как бы дева просто в этом союзе не увидела, не обесценила мужчину. Типа, ты вечный клоун, тебе вечно все весело, все смешно, давай. Просто дева до момента, я дам этому союзу, сразу говорю, 50%, потому что дева когда-нибудь задумается о том, что куда вообще мы идем, и я не понимаю, почему мы вечно все высмеиваем. Да, то есть в таком союзе нет места слезам, нет места грусти, то есть это прям такие клоунские союзы. Даже если какие-то ссоры у них происходят, у таких союзов, то есть это все на хи-хи, и вообще глаза замылить, да? Не верь глазам своим. То есть очень такой союз, не на серьезе построенный. Вот. И это из-за того, что... Ой, у меня ножка съехала. Это из-за того, что дева хочет серьезно, а рак хочет... Ну, зачем серьезно? Давай на хи-хи, давай на юморе, чтобы не травмировать друг друга. Нам же должно быть просто хорошо друг с другом на позитиве. Ой, вот и все. И просто, когда у девы откроются глаза, почему наши отношения серьезные, но они не протекают по-серьезному, у меня пришли вопросы. Овен, женщина, мужчина-весы. Ой, вы знаете, вообще, вот этому союзу быть, кстати. Вот где именно Овен, женщина, да? Мы смотрели, где весы, женщина, а вот где Овен, женщина и мужчина-весы. Это интересно. Но Овны, девчонки, вы достаточно горячие и очень отличаетесь, например, темпераментом от тех же мужчин-весы, которые такие яркие в начале и потом потихонечку гаснут, гаснут, гаснут и становятся такими самыми лучшими семьянинами. Почему? Потому что Овну лучше всех отгуляли, Овну лучше всех оттусили, попу порвали и все уже прожили, что хочется тихую гавань. Это проработанный Овен. Что же касается девушек, Овнов, вы всю жизнь ищете приключения на пятую точку. Вам всегда нужны эмоции, драйв, вам надо постоянно какие-то мероприятия, тусовки, вам нужны мужчины всякие разные. Потому что вы, наоборот, тухнете в начале своей жизни, потому что много работаете, к чему-то стремитесь, может быть, верите в искреннюю настоящую любовь, а потом вот эти вот там от одного неадекватного ухажера, все, я не верю в любое. То есть очень начинаются у вас в детстве идеальные, такие прям прилежные, а потом уже, да, с возрастом вы такие становитесь. Ну, хочу все попробовать, да, то есть я себя ограничивала, а сейчас я хочу все, попробовать все здесь сейчас. Вот. Весы же мужчины, наоборот, будут говорить о том, что я затихла гавань. Вот классно было бы мужчине ловну с мужчиной весы, вот, но когда женщина ловен, да, с мужчиной весы, это тяжко. Ну, потому что весы, они очень строгие, они воспитывать будут, а нельзя так делать с горячими, да, ловными львами-стрельцами. Нельзя вас воспитывать, нельзя. Вам можно советы давать, менять нельзя. А весы, это такие вечные иерофанты, да, вечные учителя. Они учат, что детей своих, что партнеров. Даже отцов, матерей учат, воспитывают, братьев, сестер, то есть это вечные учителя. Я вот вижу очень, я просто даже знаю большое количество союзов, где просто расскажу, ну, понятное дело, это пример с потолка, но вот что было, то есть люди прожили вместе 30 лет, родили двоих детей, все прекрасно, в десна целуются, в итоге Овен, девчонка, начала изменять, осознала, что ошиблась, да, вернулась к этому дядьке своему весам, весы об этом узнал, был очень разбито его сердце, простил ее, потом она опять начала гулять, не сдержалась, так сказать, и в итоге встретил близнецы, чувствует себя комфортно, но там чисто близнецы, просто девчонка ломается под него, просто как он только хочет, она все делает для него, это весы, вот я еще раз говорю, ломают, то есть с весами, либо их сразу гнешь, но это весы капец, как должен влюбиться, да, весы скучные, с весами ты сама должна быть искоркой, яркостью, красотой, весы это про стабильность, вот так скажу, весы это про занудство, про стабильность, бу-бу-бу-бу себе под нос, да, с ними, они действительно становятся, чаще всего из всех знаков зодиака, именно мужики, весы становятся там миллиардерами, миллионерами, очень классная финансовая составляющая у них, но просто отвратительные, скучные отношения, и я сейчас про скуку имею ввиду, не про то, чтобы вы там на шесте скакали и в клубы ездили, а союзы, где даже насчет интима, то есть, ну, даже просто бочком там 5 минут никак, то есть там я устал, или полная безэмоциональность, обнимай меня чаще, я тебя прошу, мне не хватает твоих чувств, эмоций, но все равно, он где-то в другом мире, он что-то вот другое думает, делает, он где-то там, ты просишь тут, а он там, и он скажет, дорогая, я тебя люблю, что, ноешь-то, и он не поймет, то, что весы, это, их тоже нужно очень сильно любить, чтобы с ними жить, это сложные, очень, люди, они классные, папы, мамы, вот, ну, очень требовательные мамы, там, про маму, ладно, отдельная тема, весов там сложнее, но вот, мужики, весы замечательные, отцы, и вообще, души не чают, не жалеют ничего на детей, но вот, в плане этого союза, да, дева, прошу прощения, овен, женщина и мужчина весы, 50 на 50, не красиво, они не очень хорошие, они на чем-то держатся, там есть какая-то подопека, материальная, вот, финансовая, только если, и то там до момента расходятся, очень бурно и некрасиво, это сложные союзы, очень сложные, вы вот, подбираете, да, действительно, бывают исключения, я вообще ничего не говорю, но даже в этих исключениях, мы, все равно вы будете проходить через эти сложности, то есть, как я тоже думала, что вот, типа, у меня муж овен, а я козерок, и что, да, вот, у меня одни придурки овны попадались, а, вот, у нас все по-другому, да, у нас все по-другому, но у нас другие вопросы, ну, всплывают, бывают даже в идеальных союзах, понимаете, проблемы, а бывают в союзах, которых вообще там, ай-яй-яй, какой трэш-контент, да, вот моя мама с отчимом, да, они терпеть друг друга не могут, да, считается идеальным, если что, союз, козерог, женщина, мужчина, дело, мама, январь, он, сентябрь, да, это вообще, это, блядь, сок, просто, мечта, не союз, он считается, вообще, у них там, блядь, синергия, 10 лет разницы, знаки судьбы, блядь, а по факту, кармические отношения тяжелые, что, капец, полная жесть, поэтому, везде есть свои проработки, свои моменты, грустить не надо, просто сделайте выводы, подумали, как можно это все организовать, блядь, когда оба человека, похуй, какого знака зодиака, хотят быть в союзе, хотят любить друг друга до усрачки, они будут вместе, они будут любить друг друга до усрачки, если вы нахуй друг другу не уебались, вам никакие, блядь, гороскопы не помогут, вот я вам серьезно говорю, ребят, вам что не говоришь, все похуй будет, телец и телец, союз двух тельцов, вот смотри, сразу отметаю, даже разбирать не буду, телец, телец, козерог, козерог, дева, дева, водолей, водолей и другие союзы, 50% успеха, если вы одной стихи, одного знака зодиака, потому что вы чувствуете, понимаете друг друга, оля, я ло, оля, я ло, блядь, вы как идентифицируете, да, друг друга, очень похоже, то есть у вас уже, 50% успеха в том, что вы будете понимать и очень во многом чувствовать друг друга, это во всем будет проявляться, то есть, если, например, мы берем темперамент козерога, который встречает такого же козерога, как он, понятное дело, что изначально козерог такой, оаа, блядь, там, сначала да то есть мы не можем брать не брать точнее в расчет там ваши поведенческие какие-то до особенности там в обществе если вы там такой не привели ну как бы не приветливый человек окей но это 50 возвращаемся меня куда-то уносит для 50 процентов успеха уже союзы есть не забывайте что все что одного знака зодиака вы либо будете пиздец какими сильными союзами да то есть вы одинаковые вы понимаете друг друга слышите друг друга одного знака зодиака неважно даже если там вы лев августовский он там сентябрьский не имеет значения важно что важно чтобы вы друг друга дополняли любили да вот принимали и вы либо будете пиздец каким сильным союзом либо вообще разойдетесь как море кораблей это будут самые ужасные отношения вашей жизни я сейчас сказала это про одинаковые знаки зодиака должны быть проработки у всех рогатых это упрямство занудство вода то есть земные знаки зодиака у всех там упрямство заносство проходят какие-то материальные очень зацикленность на материальном но а что говорить если блять это правда так то есть козерог будет искать деньги если он без денег телец будет искать бабки потому что телец хочет себя как-то баловать радовать дева что будет всегда хотеть хорошо жить те кто говорят что ой это не так что вот не материалисты мы нихуя до чего пиздить всем мы блять материалисты господи кто-то хочет жить на в картонной коробке блять из-под холодильника что ли смешно прям клоуна да-ля-ля-ля вот так ну что там водные знаки зодиака у них их муть вот домыслы они что-то придумали решили мог прийти домой вообще собрать вещи уйти не вернуться у них они живут вот здесь в голове в своей им нужно если за здоровые отношения говорим выходить в отношения либо чтобы их партнер также с ними улетал понимаешь дальше если мы говорим за воздушные знаки зодиака там ой там очень резкости много очень много агрессии очень много чё ты блять чё ты не делай так вот у них очень такие жесткие темпераменты да здесь ну важно чтобы люди коммуницировали договаривались потому что вы можете очень хорошие отношения потерять друг с другом если мы говорим за огненные знаки зодиака огненные в принципе из проработок это вот огненные могут быть разными я сразу скажу то есть там овна или вы стрельцы да вот либо могут быть молчать прям вообще не вступать дебаты молчанка молчал ушел пришел мне все безразличие да вот какой-то свой показывает либо максимум то есть это абьюзер бьет унижает что девушки что мужчины и здесь нужно работать над собой вот здесь люди именно кто встречают своих сородичей огненных работают над собой там сложнее потому что там идет именно над собой прям работа полностью перекраивание девам женщина мужчина скорпион ну союз неплохой но мужчина скорпион вечно подозрительный для девы женщины потому что ну вот он какой-то странный вот он что-то не то подумал как будто он что-то не то сделал не так вздохнул не так пукнул не то он что-то сказал на вот женщина дева в принципе ей не нравится додумывать то что что она додумывает если это будет так то дело развернется уйдет даже беседовать не будет поэтому и поэтому есть загвоздочки короче с ладусики в этом союзе дам ему процентов 70 потому что тут надо что-то делать с мнительностью очень много домыслов домыслов прям будет насчет этого союза козерог женщина-мужчина овен ой заебись союз это мы с я нам хороший союз но я лично могу сказать по своему опыту сколько не встречал овнов все какие-то долбоеба вот честно либо они бледуны либо какие-то придурки здесь важно какой вы козерог то есть я бы ему было бы очень тяжело например с моей мамой январской который постоянно нужна йоху туса джуса мой апрельский ян овен там бы и заревновался наверное блять уже но не знаю они бы там если бы вот на моем месте была бы я была бы январским козерогом мы бы наверное расставались блять каждый каждую пятницу вот честно вот потому что ну и я ну было бы очень плохо это все вообще воспринимать понимать да дальше что могу сказать насчет союза я по темпераменту домосед овны в принципе мужчины достаточно ревнивые собственники но еще раз говорю я по темпераменту домосед и в принципе мне нравится из дома там работать общаться с людьми я не люблю тусовки бухоруды вот эти вот алкашей блять я терпеть не могу я сейчас вообще я не пью уже с февраля и пить не собираюсь блять своей жизни никогда по поводу сигарет отказываюсь ну вот 12 дней уже не курю да сегодня 30 октября 2024 года я надеюсь и не закурю потому что третий раз уже блять бросаю вот ну чё собственно и поэтому я ну в принципе нормал д со мной потому что и я его не провоцирует да там ни на какие блядки есть есть вы не думаете что козероги это такие вот у мышки блять мышки пипишки да тихие спокойные нет нет там очень многое многое понимаете вот проще чтобы вам было понять декабрь дипломаты январь бледоты все вот кто в январе это туса джуса это вечные экспериментаторы они любят яркость красоту близки очень по темпераменту женщины январские козероги к весам девчонкам то есть там роскошь красота блять у меня еще и у мамы венера в весах вообще уху лет блять у меня тоже воздушно у меня водоле венера и в принципе смотрите очень важно чтобы главное овен нагулялся это первый момент да иначе козерог просто разъебет свою психику и очень тяжело будет воспринимать реальность что овен отказал овен не любил второе понимать что если вас выбрал овен это самый единственный из всего зодиакального круга знак зодиака верный до конца жизни вот самый верный блять как пёс шарик нахуй вот самый верный знак зодиака козероги одно и то же то есть вот козерог овен сначала овен на втором месте козерог по верности два самых верных знаков зодиака я сейчас говорю за баб декабрьских козерогов и за мужиков апрельских овен третий момент это сразу разряжать обстановку потому что с овенами сложно раскручивать отношения зачастую вот если спокойно он готов к отношениям если он какой-то дикий ебанутый тусовщик он не готов к отношениям он хочет еще там попу порвать потусить поразвлекаться это очень важно понимать потому что кстати у козерогов часто отношения а-ля проработка с овнами потому что умные кармические приходят чаще всего мальчишки девчонки какая-то проработка так что козерог овен это союз также не забываем двух кого блять рогатых либо это будет сто процентов идеальный союз боже мы нашли друг друга мы так любим друг друга давай сдохнем в один день либо это будет пиздец я тебя ненавижу ты тупая там вообще-то меня бесишь раздражаешь я тебя терпеть не могу потому что рогатый и либо рогатый скот объединяется в союз тандем люди дополняют друг друга любят понимают слушают работают друг на другом либо это самая отвратительность союзов в жизни и люди просто понимают что о господи овен о господи козерог баба фу блять фу нахуй то есть вот там вот так водолей женщина мужчина козерог кстати классный союз очень интересная женщина водолей приносят жизнь козерога краски мотивирует не обращать внимание на заеба козерога да то есть там мужик ой мне так грустно у меня депрессии или там ой мне так там плохо ой я так устал на работе вечно веселая водолеиха которая привыкла это вечная орликину это вечная клоунессы и всегда весело и всегда смешно узнали согласно узнали согласно узнали потому что водолейка умные бабы пиздец я бы вот хотел у них этой их вот этой хитро выявленности поучиться потому что они сука готовы терпеть сколько надо вот за сумочку фэнди прода блять за какую-то квартиру машину да они такие хитрожопые вот у меня такая бабка надя была но она есть по моему желание не знаю не общаюсь по биологическому отцу она близнецы вот она такая знаете тоже припизнутая как вот вы как раз водолеи девчонки она блять прям мужиков у нее сколько там у нее два брака было у всех мужей на квартирке переписала молодец значит там денежки раскручивала у детей си с квартирами денежки наследство там конечно для ля 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 но блять вот тебе квартира наследство и там тоже бегала прыгала и разных мужиков пробовала и хорошие и плохие были разные вот но терпению ей конечно не занимать сколько нас и бананами моими дедами моим дедом до одним жила это вообще пиздец вот у вас то же самое то есть вы будете терпеть ради какой-то цели вот я вообще терпеть не могу я сразу говорю все что я думаю вы терпеть умеете блять и вот как раз-таки это союз где водолей вот ему вот так вот козерог приносит денежки да и вот так вот на на-д�-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля да с mantien why тысячи рублей пятитысячные тысячные купюры не важно и водолей сразу блять давай я тебе сейчас буду пойти perí в настроение а вот и еще такой щас силой вдали ей девчонку то есть в нацистатель ну по scratched ну потому что это союз которым козерог мужик живет Вот он реально себя чувствует живым Любимым И что он правда искренне Хочет отдавать деньги Вот только водолею бабе искренне Козерог будет хотеть мужик давать денег Потому что козерог Материалисты любят платить за результат И он будет его получать От водолея Это что это любовь Это там покушать что-то приготовить Я не говорю сейчас что вы там его домработница Но вы тоже достаточно чистоплотные Водолеи Хотя про мужиков я так сказать не могу Там свиньи редкостные Там по пальцам одной руки Можно пересчитать Они как будто всю жизнь в поле С прострелянными дырками на жопе Трусами Дальше Лев, женщина, козерог, мужчина Лев, женщина, козерог, мужчина Оттуда будет хотеть баба Убежать лев Вот я так скажу Потому что он очень напористый мужик Козерог в плане от лева Девчонки Потому что вы такие спокойные Чаще всего это такие голоса Ямато кудасай Ямато кудасай Это вот, блядь, ванильные пёсты Это очень нежные существа У которых много ухажеров И есть один козерог Который странный, но прикольный Ну может и нахуй тебя А может и рассмотреть Хм, надо подумать Вот, то есть это Союз, где женщина Лев будет думать Что она решает По факту нихуя Там будет решать козерог мужик И он, ну я дам этому союзу процентов 50 Почему сейчас объясню Они очень портят жизнь для вам Они, козероги-мужики, хотят все здесь сейчас То есть можете обратить внимание Козероги, если правда, люди Это искренне по-настоящему Мне очень жаль, если вам козерог сделал предложение Мужик спустя 5 лет При этом не обосновывая это Там, что вы деньги на что-то копили Или что вам там Вы встречались, например, с 12 лет до 18 И вам через 6 лет сделал предложение Там, допустим Это понятно Был пиздюком, вырос, осознал, понял Вот А тут другой, да, момент Просто козерог, он Любит доминировать Он любит командовать Он любит вот его очень много Он будет все ваше, блядь, пространство занимать Будет навязываться Звонить, писать Приходить, блядь, ждать вас возле там подъезда Просто готовьтесь к тому Что у дядьки будет очень много Вот И вы, львы, будете жить в ограничениях Я вам хочу об этом сказать Малыш, Рола приехала Встречи, пожалуйста Вот Просто я вам хочу сказать о том Что вы будете жить, блядь, в ограничениях И все А львы вы не любите ограничения Сейчас, одну секунду Даже Марсюша не лает И все Ну и все Короче Хотел целоваться И что мне, блядь А вот он сейчас мне, нахуй, испортил настроение Своим таким поведением Вот я и говорю за союз Так Ты что, ты что, ты ебанько Вот он, лев Хочу себе сына, овна, льва, либо стрельца Да, мой мальчик Мой ласковый лев Ты левенок Да, мой ласковый и нежный зверь Да Вот, львы, смотрите на своего сородича Я, мать, козерог Вот В принципе, нормально Но я такая, знаете Ну какая Ну какая, скажи, мама Ну что ты на себя пиздишь Не, ну и когда он Гадил Вот честно, я его по жопе давала А я уже рассказывала Ну короче, львы В принципе, с козерогом может быть союзно Я дам 50%, потому что козероги могут быть очень навязчивыми Именно мужики Бабы нет Вот мужики, да, пиздец Ограничивать любят Там ставят какие-то условия Говорят, что ты жирная Там тебе надо похудеть Они очень зачастую помешаны там на внешке Я это к чему говорю Я не говорю, что все такие ебанутые Но зачастую просто Львы, мы не будем забывать о том Что у вас очень завышенная самооценка Да, при этом очень заниженная Когда вы находитесь наедине с самими собой Думаете, что у вас там лишний вес Что вы страшные Там кривые, косые и тупые И так далее Но Именно в союзе просто с козерогом Вам надо выбирать не ебанутого мужика Девочкам очень будет сложно Сразу говорю Потому что козероги Очень большие Вот 50% козерогов Мужиков, которые подавляют Оскорбляют Унижают женщин И женщины прям пиздец Какие разочарованные После них Жить не хочется им А есть 50% нормальные козероги Которые бабки зарабатывать будут Но единственное Надо будет искоренять вот эти понты Какие-то выебоны вечные Понимаете И тоже вам не забывать Выстраивать личные границы С козерогом Потому что козерог будет их Всегда пытаться нарушать Вот я вам говорю Как чистокровный Тоже козерог Это пиздец Я очень лезу 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 Прям лезу У меня мать такая же Блять Со мной нужно вот тоже знать Выстраивать границы Говорить Мама, нет Это ты туда не лезешь Это я без тебя делаю И тогда козерог Спокойно отреагирует Скажет А, все Только так То же самое с мужиками Вам просто ли вам хочется угождать Вы любите отношения Вы любите, что вас любили Там козерог замыливает глаза Ухаживаниями Красивыми подарками Учитесь говорить Нет и все Расставлять границы Говорить С этим я буду дружить С этим не буду Здесь я буду сюда ходить Одна или с тобой Сюда не буду И все сразу Последний союз У нас женщина-скорпион Мужчина-лев Женщина-скорпион Мужчина-лев Ну, тут женщины считают Высокомерными Львов Дядек Всегда Потому что львы действительно Знаете, как вы палитесь Вот элементарно Вы знакомитесь С скорпионом С таким скомерным Мадам Который так смотрится Высока Типа Ну, как на чмо Обычно На людей Моя бабушка Скорпиониха И тут лев Который там Ой, ты мне так нравишься Ей говорит Потом отходит И там с кем-то Сосаться начинает Или там общаться Да, или флиртовать Приобнимать Все это видит скорпион Все Ей похую уже На льва И союзу не быть Здесь очень важно Чтобы лев Действительно Был Ну, пиздец Как улюблен Скорпиона То есть Вот есть Очень Непростые Знаки Зодиака Это как раз Такие Скорпионы Весы Ну, кто еще Такой он Лев Стрелец Козерог Делатель Делец И дева Скорпионы Девы Весы Три Самых Сложных Знаков Зодиака В плане любви Если у вас С ними получилось Построить отношения Вы либо Ну, терпила Либо Тут вы просто Отдаете им Доминантность Даже если вы Такого же Знака Зодиака И они доминируют Вот Ну, либо вам отдали Да, если Такого же знак Зодиака Человек вам Ломинантность Тут В чем Прикол Вот этих вот Трех знаков Зодиака Вот Скорпионы Еще раз говорю Очень мнительные Додумают Блядь Домыслят Им Много нужно Разжевывать Объяснять Вечные дети Вечные дети И Им нужно Разжевывать Все Против них Нельзя Ити Есть Их мнение Блядь И есть Неправильное Они такие Вечные Математички Блядь Русички Вредные Которые вам Дойки будут Ставить Будете Если против Не хотели И против Их мнения Здесь Просто важно Понять Оно мне Надо Или не надо И все И С львами Ну Сложновато Потому что Львы Открытые Львы Это Большое количество Там Друзей Каких-то Знакомых Хотя бы Да Если уж Там Друзей То уже И нет Допустим Ну там Разошлись По каким-то Определенным Причинам То Все равно Есть большое Количество Окружения Это Вечная Социальность Скорпиону Хорошо В аскетизме Спокойно Может Находиться Лев Там Ну просто Стухнет Леву Нужен Прайд Лев Должен быть Главой В особенности Мужчина Если Женщина Левица У них Там Равноправие Да С дядькой Ни хера Тут не будет Его Вот Здесь Понимаете Лев Еще и Мужик Если Левица Там Еще Может Она Разделит Бразды Правления Например Там Я Главная Дома Ты Там Главный Не знаю На работе Или в каких-то Там Наших Выездах Тратах Например Или делах Еще Здесь Ну никак Скорпион Привыкла Контролировать Ей Хорошо Ей Все Нравится Ей Все Устраивает Когда пляж Под ее Дудку Когда Ей Все Нравится Вам Хорошо Я Не Престану Повторять С рыбыми Мужиками Идеальный Для вас Союз Потому Что Будет Для вас Стараться Все Делать Любить У вас Двусрачки Процент Неудачи Союза 10% Потому Потому Что Будут Просто Целовать Песок По которому Ходила Скорпион Самый Лучший Для них Союз Это Рыба Нос Чешется Марсик Подержал И У меня Сразу Зачесался Все Пишите Там Кому Что Понравилось Что Не Понравилось Какие Совместимости Забыли При этом Посмотрите Предыдущее Пожалуйста Видео И напишите Кого я Забыла Тогда Сниму Еще Одно Видео Если Я Кого Забыла Конечно Все Я Вас Очень Сильно Всех Люблю Всем Пока Пока